1200 ривен заранее выехал приехал за два часа до начала всех этих дел у меня так внезапно стало жарко сделать себе фотографию на американскую визу завтра еду в аква сервис расскажу как все прошло через 10 дней и и получу сроком на 10 лет и зующие звено всех моряков одессы с киевом по старой традиции взял парочку газет вот с этим maritime telegraph морская правда рекомендую оттуда статьи все они все но некоторые начитывал и создал целый плейлист очень интересные рассказы о моряках ходили-ходили нашли по морской тематике уши сколько стоит 700 ривен на 700 но их здесь вообще огромное количество особенно вот это мне нравится вообще какой-то можно на марс лететь сварочный шлем о made in germany что-то через касочки не на мою лысую голову это с наушниками тоже любят проверяющие приходить а где второй наушник и очки сразу оба давайте еще сайте шузы покажите за 100 долларов конечно крутые но пока пока еще не заработали денег красота так а второе ухо где не а второе ухо серьезно где а ну покажите эти ботиночки safety вы извинялись да вот это конечно качество супер 2 800 гривен даже больше чем 100 долларов ну качество классно просто я обычно в рейс хожу и за четыре месяца их выкидываю дороговато все спасибо так как так 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 идем все за мной на мастер-класс компания кризис а на мастер-классе все можно а тема сразу не посадил я принял людей на мастер-класс на мастер-класс компания кризис нам необходимо запишите неактивную китку из солнечной не знаю пошла запись ну а че то оно так рывками какими-то пусть аж плавно должно идти все есть и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Подал документы на американскую визу, решил прогуляться в самое любимое мое место, Андреевский спуск в Киеве. Но хотел рассказать немножко об анкете, заполнил 4 листа, интересные такие вопросы, например, принимали ли вы участие в геноциде, принимали ли вы участие в пытках, в стерилизации взрослых, без их ведома, есть ли у вас опыт использования ядерного или бактериологического оружия, и все в этом стиле. В каких кланах вы состояли, назовите их имя, в каких террористических организациях, и так все вот, где-то 50% вопросов такого плана. Ну что ж, подадим документы, потом поеду на собеседование, и все. Дальше уже следующее отключение перед поездом в Одессу, как всегда. Все пути начинаются из Одессы. Я снова в Одессе третий раз посетил. Сегодня сдал, прошел два курса, получил сертификатики. В таком номере живу. Снова же отель Бумеранг. И потом завтра прохожу еще английский Мерлинс, сдаю уст на тест, беру робу, ботиночки и еду в Киев снова. Дальше через 10 дней получаю американскую визу. Еще один магазинчик. Перчаточки. Сейфти-шузы. Другие сейфти-шузы. 1200 гривен. Вот, нормальная. 46 размерчик. Другие сейфти-шузы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И встретил дядю Гену Хороший человек Очень сильно помогает Будущему моряку Когда немало кого спросить Неизвестно И в интернете информации тоже мало Канал Дневник моряка Очень сильно помогает Все серии передавился сериал И сейчас истории И влоги всякие Очень сильно помогает И хотелось бы на канале Больше бачить Сашу Его видео Он сейчас с французами работает Хорошо объясняю Из-за того, что Хотелось бы подавиться Как молодому моряку Первые рейсы Как получается там работать Третьим, четвертым механиком Тоже было бы интересно Да, судомеханический факультет Сколько осталось учиться? Два года, что осталось учиться И есть желание уйти во время учебы Было бы интересно А на практике был уже, нет? Нет Практика летом Было бы интересно Чтобы Саша рассказал Как он ходил кадетам Как работает кадет Как платят кадету Копейки За тяжелую работу Ладно, давай Все, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Тот же отель С утреца Полдесятого И еду сдавать экзамен Который, надеюсь, сдам успешно Потом выезжаю в Киев Жду визу И потом уже в путь В какую-то страну Посмотрим, в какую Ждет снова Автолюкс Потому что Ехал в поезде Просто всю ночь умирал от жары При 35 градусах Обратно на автобусе Как всегда Я прошел тест Английского Конечно, неудовлетворен своим ответом 88% Получил робу Дали погонщики снова Сейфти шузы Робу Ну, потому что Английский мой Только Становится хуже Потому что Я не разговариваю Ничего не смотрю По 8 месяцев Получается Деградация такая Было 96% Потом 93% В этом году 88% Ну что ж, будем улучшать Можно так, чтобы я не попадал в кадр? Хочешь снять? Плохо же Деньгиевна, здравствуй! Деньгиевна! Мысли из головы Говорю, ладно, потом Если что, вырежу Товарищ не хочет появляться в кадре Приехали мы с моим другом в Одессу Он бродит по своим делам Я, в общем, закончил Все эти похождения Сдал английский Хуже, как я уже говорил Процентики Зашли вот рядом с этим вокзалом Старосинная площадь И поедем скоро на Гюнсу Видите, как там называется организация Ташкент Выпивка ваша Еда наша Ну и все Жизнь бьет ключом Дальше уже расскажу, что там дальше происходит Американская виза И поехали в Америку Там будут вот такие блюда Вот такие вот Большие Покажу Америку с другой стороны На радость всем Мне уже по агентствам ходить не надо Ну, это перед посадкой в автобус Зашли в еще одну контору Кстати, первый раз такую вижу НРА Офис как бы выглядит хорошо Ну, кто знает, что за контора Напишите в комментариях Написал мне недавно Старпом Индусский Помните серию Как я убегал с индусского парохода Но теперь он уже капитанчик Значит, пишет мне коммент В фейсбуке Можете посмотреть Сейчас выложу здесь Типа Чиф, как дела? Я говорю Возвращаюсь в ту же компанию Где мы с тобой работали А его утвердили на этот же пароход Пишет До скорой встречи Я говорю Ну, конечно, мир тесен Так что вот так Будем продолжать с ним Общаться Что-нибудь интересненькое расскажет Может, еще каких-то Пару свадеб отыграл По полмиллиона Субтитры создавал DimaTorzok Пока сидел дома Решил купить маленькую гитарку Мне один подписчик советовал Он вообще такая В чемодан влазит Но я ее не нашел Нашел прототип Причем даже, может, и лучше Не знаю Но из Токио Товарищ прислал Думал ждать месяц И не успею до рейса Но посылка дошла за 4 дня Вот, а таможня С меня слупила еще 20% Ну, посмотрите, что я там Творил чуть-чуть И в рейсе И в рейсе еще что-нибудь Изображу Какая здесь красота На набережной На Балоне Сейчас мы пройдемся Чуть дальше Там такие домины стоят Ну, я тоже на квадрике летал В том году В этом Надо будет как-то Собраться, пролететь Ну, там вообще Очень красиво Посмотрим сейчас строение Жизнь завертелась Проснулся в 6 утра Сел в машинку Заранее выехал Приехал за 2 часа До начала всех этих дел В консульство штатов Улица авиаконструктора Сикорского 4 Сдал в камеру хранения Телефон, часы Ключи от машины Девушка выдала мне документы Там буквально контракт Все уже Фотография как бы засканирована Встретил 5 моряков Двое из них оказались Мои подписчики А что интересно Два человека были из России Представьте, ну там все позакрывали Хотя моряки должны быть и политичны Вот они ездят к нам Получать визу на 2 года Ну, нам дают на 10 лет Поговорили о работе Я там даже свой электронный двигатель узнал Более еще так Ну, всякие Какие проблемы могут быть Зашли, значит, в консульство Что там Сняли ремни Куртки Прошли туда Раз, значит, на входе показываешь Снова паспорт Контракт Дальше сел в очередь Сидишь по номерочкам Зашел Прощелкали твой паспорт И Третий раз Отпечатки пальцев Потом Двоим морякам повезло Их сразу отправили А нас еще на третий круг Ну, все так поднапряглись Включая меня Думаю, может что-то там Что-то не то В итоге вызывают Девушки Еще, кстати Для американок Красивая девушка Она поставит Два вопроса Отдай свой контракт И даже название Судно не спросило И твоя должность Все И в конце говорят Ваш американский виза Удоблена Вот и все Я говорю, сколько ждать Три дня Нет неделю Сейчас я расскажу О некоторых преимуществах В конце Компании В которую я обратно вернулся Потому что забыл Забыл Рассказать Ну, может люди Которые работают Меня еще поправят Чем-то Какие нас ждут преимущества Но эту карточку мне дали Она, правда, немножко просрочена Называется Priority Pass Вот так ее можно купить В аэропорту Я не помню По-моему 25 фунтов И это Ездишь по всему миру По аэропортам И заходишь Вот Lounge XS Это все Заведения Где можно посидеть Поесть Попить бесплатно Поспать И Завайфай Так Следующее Это на жену И на меня Страховка Которую я, кстати, ни разу не пользовался До этого Ну, я как-то не знаю Надо у людей поспрашивать Как там Пользоваться Мне только интересуют Зубы Я сам это За все плачу Там Типа не больше 200 долларов В год Еще можно съездить За 50% По Украине Какие-то санатории Может, в будущем Попробую И все эти Мои телодвижения То, что вы видели В первых двух сериях В Одессу Из Одессы Это все Оплачивается Деньги возвращаются То, что я в гостинице Жил бесплатно И мало того Что пока я провожу Время в Одессе Мне платят Бэйсик Ну, что такое Бэйсик Моряки знают И возвращают билеты Туда-сюда Ну, пока Летишь на контракт Все эти расходы Потом собираешь чеки И возвращаешь Ну, это во всех компаниях Вот и все Субтитры создавал DimaTorzok